158 серия Мурманск, Магадан участок 15-й день пути В этой серии будет пройдено 58,5 километров Вблизи трассы Р-297 Амур На протяжении всего участка Нет ни одного населенного пункта Вдали Я отметил Титрами и стрелкой Ну а поблизости повторю ничего Из того, где проживали бы люди Вдали трассы нет Комментарий Роберт Климчер Не могу читать по-английски Написал Спидометр всегда завышает скорость Это предусмотрено Техническим регламентом Почему ответ можно найти в поисковике Ну датчик скорости Он напрямую связан с оборотом двигателей А диски, колеса Можно по усмотрению водителя Менять в определенном диапазоне Чем больше диск Тем реальная скорость Больше От запланированной Я так думаю Все вроде бы Саммервэ Это я в списке тех, кто остался Ну немножко осталось Будет поворот на Якутию Там будет интересней Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо Ну вот пока от Чернышевска Ни одной нормальной Фирменной заправки Я не видел Может быть Сарайки какие-нибудь там В стороне Но там заправляться Здесь скоро Тут тоже день был что ли? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Запас хода 310... Продолжение следует... По пути есть еще... Семиозерный... Продолжение следует... 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 Так... Интернет появился... В смысле... Навигация... Трек опять стал зелёным, а не серым. Но этот показывает индикатор, что в сети нет. Так, зона отдыха, столовка, а где заправка? Так, вот у нас заправка, знак. Что-то я не вижу, тут заправки, но место для короткого отдыха вполне приличное. 400 метров заправка справа. Ну вот это место, где мне в прошлый раз, о чём я расскажу завтра. Может быть сегодня ещё отказали, не отказали, не было бензина. 95-й, здесь 95-й. Вот так, пойду-ка я заправлюсь. Сколько мне до полного хода бензина. 25 метров. 25 метров. 25 метров. 25 метров. Продолжение следует... 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 Когда я пришел в себя, смотрю, никого нет. Эти два дальнобойщика, они уехали. А я ехал между ними, между первым и вторым. Один таковал меня сзади, другой тащил меня. Вот никого нет. Голова шумит. Все эти прибамбасы. Ну, сообразил, что случилась серьезная авария. Вышел из машины, глянул. Левый бок разбит хлам, пробит радиатор. Ну, то есть все, что можно было повредить при сильном ударе. Но скорость он тащил меня, оказывается, 88 км в час. У меня был прибор, который замерял скорость моего передвижения. Ну, для контроля. И направление движения. Хороший сайт, хороший маячок. Называется, где мои. И вот по нему я посмотрел, то в момент удара она даже зафиксировалась на карте. Этот трек. Что скорость в этот момент была 88 км. Эвакуатором. Ну, позвонил. Значит, рассказал ситуацию. Машина была застрахована. Полностью. И Каска, и ОСАГО. Вот. Сказали ждать эвакуатора. Потому что самоходом я не то что не доберусь. Я с места не сдвинусь. И автомобиль стоял, говорю, на встречной полосе как раз по ходу движения. Двое суток ждал, пока придет эвакуатор. Температура опускалась до минус 30. Днем, когда температура опускалась до минус 17, я выходил на улицу. И мне казалось, что лето наступило. Вот такие ощущения. Должен сказать, что практически ни один водитель не проехал мимо. Хоть время было ночью, позднее. Останавливались. Спрашивали, чем помочь. Как дела. Ну, и так далее, и так далее. Ну, я сказал, что эвакуатор уже вызван. Помощь идет. Тот поблагодарил их. Примерно меньше, чем через час подъезжает ГИБДД. Но они ехали из Богочьего Зерной, Семиозерной. Увидели ситуацию. Подъехали, оформили протокол. Все как положено. Я отдыхнул в трубку. Об этом даже речи не могло быть, чтобы я был за рулем с погмелью или выпившей. Вот. Все зафиксировали, засвидетельствовали. Я по интернету отправил короткое видео этого фрагмента страховой компании. То есть до финиша я так и не доехал. Расстояние было от Читы до Благовещенска. Тех это всего ничего. Ну вот такая казнь. Бензина при мне не было. Хотя я постоянно с собой брал канистру бензина. Приезжал, передавал автомобиль. И даже в подарок оставлял эту канистру. Если там еще был бензин вместе с бензином. Никто конечно мне это не компенсировал. Но не важно. Это мелочи. С тех пор я взял заправила куда бы ни ехал. Вот на такие расстояния. Больше тысячи километров. Ну больше трех тысяч. Потому что в средней полосе там более-менее с заправками. И своевременно можно заправиться. А вот на дальние расстояния как Хабаровск, Владивосток. Обязательно с собой нужно брать канистру бензина. У меня есть час в этом. В автомобиле канистра 10 литров бензина. Но это на всякий, как говорится, пожарный, несчастный случай. Вот. 95-й бензин. Канистра 10 литров. Вот сейчас, как бы вспоминая прошлое, вот этот мандраж или напряжение, я решил заправиться здесь. Стоимость бензина здесь 59 рублей там с копейками. В общем, разница центральной части России, где бензин стоит 47 рублей. Кеймера можно, например, купить. То есть, разница где-то в 10-12 рублей. Ну, да, где-то рублей 300-400, наверное. Может, 500. Вот. Заправка обошлась дороже. Так. Что еще? Так. Что еще? Все. Ночью при... Ну, уже поздней ночи, под утро. Вот ехали ребята. Говорят, купим автомобиль. Ну, видели аварийность такое. Купим автомобиль. Все. Ну, я ответил, что это исключено. И так далее. На другой день утром ехала экспедиция ЛАВПРО. Ну, это ребята мониторили дорогу, снимали видео. Остановились. Они из Москвы тоже были. Вот. Остановились. Увиделась ситуация. Вот. Поехали, привезли хлеба. Горячее. Что-то горячего. Ну, Семиозерный смотались. Там недалеко. Километра 3-4 оставалось. Я не доехал до Семиозерного. Вот. Конечно, если бы была ровная дорога, то... Я бы доехал километр в километр. Но доехал бы до заправки. Привезли покушать. Привезли сигареты. Ну, все, что необходимо. Вот. Я снял короткое видео. Разместил в Ютубе. На моей странице видео дорог России. По-моему, под названием ЛАВПРО оказали помощь. Ребята. Ну, такие душевные. Потом уже в Москве созванивались. Вот. Пообщались немного. Больше не встречались, к сожалению. Так. Мне пути еще должно быть три с половиной часа. Пройти нужно двести... Двести восемьдесят два километра. Двести восемьдесят два километра надо еще проехать. Вот. Будет стоянка возле поселка городского типа Ерофей Палыч. Почему я не стал искать заправился здесь? Ну, всякое может быть. И дай Бог. Но. Кусаный и змеей веревки боится, как говорится. Я думаю, что это перехватывающая заправка. Двести восемьдесят два километра. Люди двигаются. Там несколько сотен километров. Бензин на исходе. И готовы купить бензин по любой цене. Вот такая менял карту. Подъезжают ребята. Видать, перегоняют автомобиль. БМВ. Этот... Везде... Как он называется? Самохода. Дедорожник. Спрашивают... Спросили про заправку. Я сказал уверенно, что до... Всеми озер там сто процентов прямо на дороге есть заправка. Вот где поворот на Могочо. Там есть, как мне рассказали вчера, есть стоянка. Но есть ли там заправка или нет, я не знаю. Возможно, я сказал, что примерно километров через пятьдесят. Тоже буду сейчас отслеживать. Должна быть заправка. Должна быть. Если я не ошибся, вот с тем случаем, то, думаю, должна быть заправка. А это захватывающая, перехватывающая заправка. Вот. Люди едут уже на последних, скажем так, каплях бензина. И готовы заплатить любые деньги, чтобы заправиться. Ну, ничего страшного. Это не беда. Так. Стречка свободная. Вот такая была история. Неприятная история. Сам остался, слава Богу, жив. Машина, правда, в хлам разбита. Ну, ее тут же по страховому случаю оформили в течение нескольких трех-четырех дней. А деньги были возвращены. Ну, мужичок, который сидел в окне, водка для заправки. Вот. Я думаю, если бы я ему дал денег, он бы нашел там необходимые 10-15 литров бензина, чтобы доехать до Семьозерного. Но я как-то до этого не допер своей башкой. Поздно осознал все это. Вот если примерно километров через 40-50 справа не будет заправки, то вот это произошло вот здесь. Когда бензина не было, и я был вынужден рисковать, ну, неудачно. Ну, опять-таки, говорю, много но. Много но. Если бы горки не было, подъема не было, то хватило бы бензина. Если бы на заправке был бензин, если бы догадался вовремя сообразить, дать денег, пусть там переплатить этому, чтобы доехать до Семьозерного. А он мне сказал, бензина, говорит, нигде нету, гарантированно есть в Семьозерном. И вот если... Ну, будем проезжать, если не проскочу это место, где случилось, я остановлюсь. Потом уже проезжая несколько раз, то место, где я ударился в отбойник, три секции заменили. Они по цвету даже выделяются. Я это проезжал и видел, вот, куски пластмасса, бампера там еще до сих пор валялись. На утро приехали дорожники, там составляли акт, то есть такое ГАИ им сообщило, видать. Вот они приехали, там все фотографировали, заменили, ну, уже без меня заменили эти секции, которые были деформированы. Дорожники сказали, говорит, еще бы полметра влево или вправо, и как раз обрезаюсь вместо стыка этих сегментов отбойника. Они там по сколько метра? По два, по три. Еще бы левее на метр или правее там, то, по идее, вот такие вот сегменты, они на заклепках. Заклепки отрываются и сегмент прошивает машину насквозь. Вот и мне в этом плане тоже здорово повезло. Сейчас, сейчас не помню, шестьсот семьдесят девятый, по-моему, километр. Сейчас уже забыл, забыл, какой. В общем, в общем, шестьсот, там седьмая сотня, короче. Где-то посредине. Или шестьсот семьдесят шестой, или шестьсот девяносто шестой. Точно сейчас не скажу. Ну, подведем. Я об этом скажу. Я об этом скажу. Ну, кстати, это место ДТП несколько раз снилось. Ну, то, что дальнобойщики уехали, вот, это, конечно, им чести не делает. Моя вина в том, что я не взял запасную канистру бензина. Это я не отрицаю. Это да. Ну, а тот, который тащил меня, он шел со скоростью где-то вот под девяносто, потому что на этом... На сайте, где мои, я сделал скриншот этого участка, там показалось, четко указано, что скорость движения восемьдесят восемь километров в час. Ночью по ледяной дороге. Ну, это, конечно, максимальная скоростью шестьдесят. Вот такая была беда. Ну, примерно через три с половиной часа ходит Ерофей Палыч. Так, интернет опять пропал, блин. Ни телефона, ни интернета, ничего нету. На теле два уже вторые сутки нету связи. Вегафон то появляется, то исчезает. Вот сейчас показывает семьдесят пять процентов. Ну, загрузка идет очень медленно. Не успеет загрузиться объем информации, а связь пропадает. Это не мигает фарами, это он на кочках. Вот такой неприятный и трагический для меня в то же время счастливый случай произошел на трассе Ангур. За дорогой ухаживают. Подметалка. Поливомоечная машина называется, наверное, грамотно. Перчатка. Все. Перчатка. Этот же БМВ уехал вперёд, может быть на заправке его в Могочи или в Семиозёрном, может быть догоню и увижу, если он не заправится, не поедет дальше. Но в Семиозёрном заправка была не электронная, а стрелка, стрелочная колонка времён Советского Союза. Но это опять-таки было. Сейчас надо думать, что всё изменилось. Если это то место, где я сейчас заправлялся, я правильно определил, что вместо бочки, цистерны, которая стояла на фундаментных блоках, то она изменилась до неузнаваемости, если это не новая какая-нибудь. вот как показала практика. Играет музыка Играет музыка